В середине декабря в Визмаильской картиной галереи в рамках проекта «Бессарабские диалоги» состояла встреча горожан с украинскими писателями. Известный литератор и кинематографист Андрей Курков стал куратором проекта, главная цель которого – создание единого информационно-культурного пространства Украины. Я хочу попросить сейчас, наверное, каждого из моих коллег немножко рассказать о себе, а потом мы начнем говорить между собой, но будем рады, если вы будете подключаться. Книги Андрея Куркова перевели на 36 языков мира. Они вошли в десятку европейских бестселлеров, а по его сценариям сняли около двух десятков фильмов. Путешествуя по Украине, он видел, что каждый регион живет сам по себе. И понимал, что для единства страны важно найти взаимопонимание между ее жителями. Для того и были организованы поездки писателей. Если бы не было этого конфликта военного, который был спровоцирован внешними силами и нашими политиками в том числе, то мы бы до сих пор не думали о том, что нужно интегрировать все регионы Украины со всеми своими традициями и особенностями в единое государственное пространство и в единое пространство государственной культуры Украины. Не этнической, а именно культуры государства. Вот поэтому мы здесь, поэтому мы будем об этом говорить. Вместе с Андреем Курковым в Измаил приехали молодые литераторы. Поэтесса-переводчица Галина Круг и автор исторических романов Богдан Коломячук из Львова. А также финалисты конкурса малой прозы «Украинская Бессарабия» из Одесской области Виталий Семенов и Игорь Стамбул. В принципе, это и провокация творчества для молодых. Мы одновременно провели конкурс малой прозы для жителей Бессарабии, Одесского региона возрастом до 35 лет. Уже есть победители, двое из финалистов с нами сейчас. И, в принципе, мы будем продолжать, я думаю, следить за литературным процессом, вообще креативным процессом в регионе. Гости зачитывали отрывки из своих произведений и делились впечатлениями о городе. Молодой писатель из Одессы Виталий Семенов пообещал снова приехать в Измаил с презентацией своей новой книги. Во-первых, мне очень приятно находиться в Измаиле. Это мой второй дом. Я 14 лет прожил в Вилково и родился. Сейчас проживаю в Одессе. Сейчас работаю над сборником рассказов «Бессарабские рассказы». Мне, конечно, здесь очень понравилось. Надеюсь, если вы разрешите, могу здесь презентовать книгу. Если с фотографиями будет, у нас с острова Змеиного, Вилково. Сюда приезжаю все время как на праздник, несмотря даже на дороги. Готов терпеть. 4 часа, 5. Это, конечно. В беседе с залом заторонули самые больные темы на злобу дня и спорные моменты истории Украины. От Богдана Хмельницкого до Майдана. Гости открыто, но в то же время дипломатично отвечали на вопросы участников «Бессарабских диалогов». У меня вопрос к историкам. Нам известна фамилия такой дамы в Украине, как Фарион. Как-то она в меня вселила такую мысль непонятную. Она сказала, что Богдан Хмельницкий является предателем. И он предал Украину, взяв ее, отдав на растерзание России. Вот как вы думаете, историки, так это или не так? Ну, Фарион много чего сказал, поверьте, и не треба серьезно относиться до ее слов. Это первое. В любом случае. Если посмотреть на 17-е столетие, тогда, когда живет Хмельницкий, то и до того времени, как живет Хмельницкий, то действительно, была в определенной мере потреба у народа, который откололся от другой империи, нужно было искать союзника. Но нужно понимать, как историк скажу, что этот союзник не был единым. То есть не только Москва. Диалог получился содержательным и полезным для обеих сторон. Писатели, узнав, что волнуют жителей Бессарабии, получили новые темы для своих произведений. В свою очередь и горожане узнали немало нового, пообщавшись с такими интересными людьми. Галина Вилличко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.